Бинка Пеппа Зоопарк Мадам Газель везет Пеппа и ее друзей в зоопарк Бинг-бонг-бинг, Бонг-бинг-парк Едем в зоопарк Дети, скажите, вы хотите посмотреть на животных? Да, Мадам Газель! Сегодня мы увидим диких животных О-о-о! Не бойтесь, дикие животные будут сидеть в клетках. Лев сбежал! Здравствуйте, я мистер Лев. Добро пожаловать в зоопарк. Это мистер Лев, служитель зоопарка. Здравствуйте, мистер Лев. Вы пришли как раз вовремя. Сейчас время обеда. Животным сюда. Это черепахи. Мы не открываем двери, чтобы они не сбежали. Кажется, они не могут бегать. Нет, они очень медленно двигаются. Да, и поэтому живут очень долго. А сколько они живут? Черепахи могут жить до ста лет. Надо же! Пришло время обеда. Кто знает, что едят черепахи? Черепахи едят овощи. Верно. Поэтому мы кормим их салатом. Мистер Лев кормит черепах салатом. Но, конечно, дети, не все животные едят овощи. Верно, миссис Антилопа. Меня зовут мадам Газель. Простите, Газель, Антилопа. Я почему-то это вечно путаю. Мистер Лев, каких животных мы еще увидим? Даю подсказку. Он живет в воде. О, это кит? Или акула? Сейчас увидите. Внимательно смотрите на воду. Ничего не вижу. Там никого нет. Кажется, я что-то вижу. А, крокодил! Здравствуйте, я миссис Крокодилица. Я сторожу пингвинов. О, пингвины! Они очаровательны, и им пора обедать. Пингвины едят рыбу. О, пингвины здорово ловят рыбу на лету. И очень смешно ходят. И любят плавать. Посмотрите через стекло. Видите, как пингвины плавают под водой. О, они отлично плавают. Да, и именно поэтому у них есть бассейн. Очень интересно. Спасибо, миссис Крокодилица и мистер Лев. Всегда вам рады, миссис Антилопа. Газель. Да-да, конечно, Газель. Каких зверей мы еще увидим? Я его вижу. Он очень высокий. Это жираф. Да, это мой папа. Он работает в зоопарке. Здравствуйте, я мистер Жираф. Здравствуйте, мистер Жираф. За каким животным вы присматриваете? Попробуйте угадать. Смотрите, там сетка. Наверное, это летающее животное. Оно прячется и наблюдает за нами. А потом, как прыгнет. О, бабочки. Мистер Жираф присматривает за бабочками. Скажите, бабочек тоже пора кормить? Да, бабочки сами собирают, что им надо с этих цветов. Интересно, что они питаются только нектаром цветов. Мне бы так, питаться только цветочками. Да. Ой, я так проголодалась из-за разговоров о еде. Я тоже. Теперь нам пора перекусить. Что у нас на обед, мистер Лев? Раздать всем обед. Бутерброды, сок и яблоко. Давайте устроим пикник. Налетайте. Ура! Мистер Лев любит время обеда в зоопарке. Всем нравится время обеда в зоопарке. Свинка Пеппа. Педро опаздывает. Сегодня все дети едут в музей. Ну вот, пони Педро еще нет. Да он еще пижаму, наверное, не снял. Педро спит в своей постельке. Педро любит поспать. Педро, проснись. Ты опоздаешь на экскурсию. Хорошо, мама. Скорее, Педро. Нельзя опаздывать на автобус. Автобус все еще ждет пони Педро. Мы не можем больше ждать. Музей закроется. Хорошо, поехали. Ой, здесь никого нет. Может, Мэйрана? Нет, Педро. Мы опоздали на автобус. Едем, мы их догоним. Педро вечно опаздывает. Смотрите, нас догоняет машина. О, здравствуйте, миссис Пони. Остановите автобус. Педро здесь. Простите, мадам Газель. Я проспал. Ох, Педро. Любишь же ты поспать. Да, мадам Газель. В музей. Теперь нас ничто не остановит. Мадам Газель, мне нужно в туалет. И мне. И мне. Мне тоже. Это бензоколонка дедушки пса. Что вам, бензин или дизельное топливо? Туалет, пожалуйста. Вы уверены, что вам не нужен бензин? Нет. Мы еще никуда не ездили. Все. Следующая остановка – музей. А где Педро? Насосы для бензина. Интересно. Едем, Педро. До свидания. Надеюсь, что мы успеем в музей до закрытия. А вот и музей. Мистер Кролик закрывает его на сегодня. Здравствуйте, мистер Кролик. Мы хотели бы осмотреть музей. Мы уже закрываемся, но я могу провести быструю экскурсию. Это зал королей, полный старых вещей. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Интересно. Здесь гигантские динозавры. Все очень милые. А-а-а-а! Удивительно. Космос, ракеты и все такое. Ух ты! А за этой дверью самое удивительное место. Поразительный мир, в котором вы живете. О-о-о! Спасибо, мистер Кролик. Всегда рад. До свидания. Все. Пора ехать, дети. А где Педро? Ой, Педро. Моллюск. Очень интересно. Идем, Педро. Ты от автобуса отстанешь. А где все? Автобус уехал. Ничего. Мисс Кролик поймет, что она о нас забыла. Бонг-бинг-бу. Бин-бонг-бинг. Бин-бонг-бингли-бангли-бун. И все вместе. Бонг-бинг-бу. Никто не заметил, что мадам Газели Педро нет. Бин-бонг-бингли-бангли-бун. О, вы отстали от автобуса? Мистер Кролик, я учитель. Мне нужна ваша машина. Держись, Педро. Мы поедем короткой дорогой. Привет, утки. Мадам Газель и Педро приехали в детский сад. Где же автобус? Может, мы рано? Да, Педро. На этот раз ты рано. Ух ты! Педро приехал рано. Да. А вы опоздали. Вы все капуши. Педро нравится приезжать рано. Всем нравится приезжать рано. Свинка Пеппа. Особенное место. Пеппа приехала в Австралию в гости к кенгуру Кайли. Может, надо было предупредить, что мы приедем? Здравствуйте, мистер Кенгуру. О, мистер Свин, какой сюрприз. Вы когда-то приглашали нас в гости, если мы будем рады. Ах, да, конечно. Кайли, смотри, кто приехал. Привет, Пеппа. Привет, Кайли. Привет, Джордж. Помнишь моего братика Джои? Динозавр. Крокодил. Мы едем на пикник. Хотите с нами? Да, конечно. У семьи кенгуру есть самолет. Надо же, у вас есть самолет? Да, мы полетим на место пикника. В самолет. Все готовы? Да. Тогда полетели. Куда мы летим на пикник? В одно особенное место. О-о-о-о. В солнечный денек на самолете в буш летим. Там пикник веселый, устроить мы хотим. Будет славно в буше, нам наверняка. Нет на свете лучше, нет для пикника. Мне очень нравится буш. А что такое буш? Мы как раз над ним летим. О-о-о, больше похоже на пустыню. Немного да. Но буш для нас это особенное волшебное место. О-о-о. Вот наше место для пикника. И наше особенное дерево. Это единственное дерево в округе. Ух, жарко. У вас есть вода? Точно. Нам нужна вода. В буше вода бесценна. Так что... О-о-о, прокладненько. Не тратьте зря. Папа, воду надо пить, а не расплескивать. Э-э-э... Ничего, организуем настоящий австралийский пикник. Замечательно. Мне собрать дрова для костра? Когда есть газ, дрова не нужны. У мистера Кенгуру гриль на газу. Когда мы устраиваем пикник, всегда приходит миссис Утка. Ха, вряд ли миссис Утка появится тут, среди пустыни. Ой! Так это же утконос. Миссис Утконос довольно часто приходит к нам на пикник. Еда готова. Кукуруза на палочке. Ура! Пепа любит кукурузу на палочке. Все любят кукурузу. Давайте поиграем. Конечно. Я взял биту для крикета. О, в Австралии играют в крикет? Играют ли? Да мы все с рождения это умеем. Крикет. Как в него играть? Бьешь битый по мячу. Если мы его поймаем, ты выбываешь. Готов, папа? Ты выбыл, папа. Твой черед, папа. Отличный удар, папа. О, мяч застрял на дереве. Единственное дерево в округе, и мяч застрял именно на нем. Если я тебя подниму, Пепа, ты увидишь мяч. Его держит какой-то медвежонок. Это не медвежонок, Пепа. Это коала. Спасибо, друг. Он такой милый. Ну, просто прелесть. Вы тоже очень-очень милы, миссис Утконос. Правда? Ну что ж, думаю, пора домой. Сегодня будешь ночевать у нас, Пепа. Ура! Мне понравился наш пикник в Буше. А съездим еще завтра. Еще много чем можно заняться, пока вы тут, Пепа. Здорово. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пепа и Джордж уснули после первого дня каникул у кенгуру Кайли. Свинка, Пепа. Садовые игры. Чудесный солнечный день. Пепа и Джордж в саду. Папа, нам что-то скучно. Но в саду так много занятий. Каких, например? Э-э-э, сидеть на стуле, читать газету и смотреть, как растет трава. Ну, все эти занятия для папы. Здравствуйте. Здравствуй, Сюзи. Что вы делаете? Ничего. Нам скучно. Мне тоже. Поэтому я пришла к вам. А-а-а. А-а-а. У меня идея. У нас где-то есть коробка садовых игр. Что за садовые игры? Я не знаю. Вот они. Жонглерские палочки. Смотрите, как я жонглирую. Ой. Они не для жонглирования, Сюзи. Это кегли. Ставим кегли вот здесь. Потом становимся здесь. И стараемся сбить кегли этим тяжелым шаром. Я первая. Ура. Пеппа сбила две кегли. Моя очередь. Это очень трудно, Сюзи. У тебя, скорее всего, не получится. Сюзи сбила все кегли. Ура. О, молодец. Теперь очередь Джорджа. Джордж маленький. Он может встать немного поближе. Ой. Джордж слишком мал, чтобы играть в кегли. Джорджу не нравится быть самым маленьким. Давайте играть в отбей мяч. Пеппа будет бросать мяч, а Джордж должен его отбить. Но если кто-нибудь поймает мяч, Джордж выбывает. Хорошо. Поймала. Джордж выбыл. Джордж маловато даже для игры в отбей мяч. Тебе нужно потренироваться, Джордж. Посмотри. Ух ты. Ой, сейчас я принесу мяч. Здравствуй, мамочка. Мы можем забрать свой мяч? Да. Но играйте осторожнее, пожалуйста. Да, мамочка. Прости, мамочка. А это песик Денни. Что вы делаете? Мы играем в отбей мяч. Мой папа очень хорошо играет. Он отбил мяч до самого дома. Ух ты. Можно я тоже буду играть в отбей мяч? А, может, пора попробовать другую садовую игру? Какую? Лимбо. Что такое лимбо, когда оно дома? Я вам покажу. Знаю. Это нужно перепрыгнуть. Это слишком высоко. Не перепрыгнешь. Нет, нет. Нужно пройти под шестом. И для этого нам нужна музыка. Папа-свин очень хорошо танцует, Лимбо. Ух ты. А, теперь опустим шест пониже. Так. О. Папа, у тебя слишком большой живот, чтобы пройти под шестом. Живот у меня не слишком большой. Я просто не могу наклониться, как раньше. Моя очередь. И моя. И моя. Все молодцы. А теперь опустим шест еще ниже. Легко, папа. Это невозможно. Под ним никто не пройдет. Ух ты. Джордж прошел. Ура. Джордж лучше всех танцует лимбо. Потому что он маленький. Джордж любит играть в садовые игры. Все любят играть в садовые игры. Свинка Пеппа. Сорфинг. Пеппа на каникулах в домике дуру Кайли. Что мы будем делать сегодня, Кайли? Едем на пляж. Ура. Обожаю пляж. Все готовы? Да. Тогда поехали. Это пляж. Надо же. Смотрите, море, волны. Да, чтобы купаться, вам нужны спасательные жилеты. Пеппа, можно нам покататься на серфе? Конечно, можно. Что это? Это доска для серфинга. А как кататься? Ложись на нее, волны сами тебя понесут. Давай, Пеппа, я тебя научу. Ты знаешь, плыть легко, потому что доска не тонет. Самое сложное – поймать волну. На старт. Внимание. Марш, Пеппа! Кайли несет большая волна. Не пропусти следующую, Пеппа. На старт. Внимание. Марш! Здорово, да? Да, чуть тесло. Сёрфинг – это так здорово. Верно. Сёрфинг – это очень здорово. На старт. Внимание. Марш! Джордж тоже хочет покататься на серфе. Нет, Джордж, ты еще маленький для серфинга. О! Волны слишком большие для Кайли и Пеппы. А не пора ли домой? Ну что вы, это же отличные волны для взрослых. Ура! 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 У-ху! 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 Здорово! Здорово! Вот это сёрфинг! У-ху-ху! Это потрясающие волны! У-ху-ху! Кайли, где твой братик? Он там, с мамой. К тебе весело, Джои? Кхе-ху! Кхе-ху! Теперь ваша очередь. Спасибо, я лучше посмотрю. Может, прокатитесь, мистер Свин? Конечно! Это же так весело! Ой, волны больше нет. Жаль, мистер Свин. Вам сегодня не удалось прокатиться. Ох, как жаль. Зато теперь Джордж может пойти побултыхаться в воде. Я иду с тобой, Джордж! Хе-хе-хе-хе! Сёрфинга не будет, но зато я тебя прокачу. Джордж любит кататься на папе-свинье. Смотрите, какая волна! Надо же! Большая какая! Папа! Там большая волна! 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 Они хотят, чтобы мы им помахали, Джордж. Мы здесь! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Мы здесь! Что? Хе-хе-хе! Джордж катается на папе-свинье, как на доске. Надо же! Джордж отлично держит равновесие! Хе-хе-хе! Ура! Ты прирождённый сёрфер, Джордж. Научи меня своим штучкам. Хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Джордж лучше всех! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Мама, мне понравилось кататься на сёрфе! Да, какие восхитительные каникулы! Ну так, что у нас на завтра? А вы побудете у нас ещё? Да хоть всю жизнь! К сожалению, мне нужно завтра идти на работу. Они тоже могут пойти. Ладно, тогда, наверное, мы... Ура! Пеппа отлично проводит время с кингуру Кайли. Синка Пеппа! Катание на лодке. Пеппа и её семья приехали на озеро покататься на лодке. Лодки, лодки! Берите лодки на прокат! Какие лодки у вас есть, мисс Кролик? Есть каноэ. У-у-у, возьмём каноэ! Хм-м, на каноэ нужно грести. Это тяжело. У меня есть парусные лодки. Да, но плавать под парусом довольно сложно. И есть катамараны. По-моему, приятно и удобно. Да, их двигает большое колесо с лопастями. Возьмём катамаран. Когда я позвоню в колокольчик, вам пора возвращаться. Приятного катания! Он не двигается? Нет. Как завести двигатель? Ха-ха! Двигатель – это вы, папа-свин. Нужно крутить педали. А, понятно. Поехали. Это же велосипед на воде! На катамаране по озеру катаемся. Двигатель наш, папа. Надеюсь, не сломается. Вот слонёных Эмили и её семья. Здравствуйте, мисс Кролик. Нам каноэ, пожалуйста. Конечно. Семья слонов любит каноэ. Вёсла готовы? Да, папа-слон. Поехали! Приветствую, мисс Кролик. Это пёсик Дэнни и его папа-капитан-пёс. Нам лодку, пожалуйста. Конечно. У меня есть каноэ, парусные лодки и катамараны. Я проплыл вокруг света не для того, чтобы тащиться на катамаране. Мы возьмём парусную лодку. Вы умеете ей управлять? Умею ли я управлять? Я капитан-пёс. Пёс, плывём, Дэнни. Все на борт, полный вперёд. Есть, капитан-папа. Привет. Мы под парусом. Мы на каноэ. А мы крутим педали. Смотрите, остров. Мы можем устроить там пикник. Ура! Ой. Остров слишком маленький для нашего пикника. Мы можем устроить пикник на лодках. Кому сэндвич? Мне, пожалуйста. Вот вам хлеб, миссисутка. Миссисутка любит пикники. Все любят пикники. Лодки один, два и три. Время вышло. Один, два, три. Это мы. Посмотрим, кто вернётся первым. Устроим состязание. Да! Крути педали быстрее, папа! Я не могу крутить их быстрее. О, папа-свин. Я буду крутить. Быстрее, мама! Это тяжёлая работа, правда? Ага! Нас отнесёт обратно ветер, Дэнни. Ой. Что такое? Похоже, ветер стих. Без ветра парусная лодка не может плыть. Придётся ждать, пока ветер снова поднимется. И долго нужно ждать? Не знаю. Может, и недели. А нельзя завести мотор? Хо-хо. На парусных лодках мотора нет, Дэнни. Ой. У этой лодки есть мотор. Полный вперёд! Эмили и её семья впереди. Крути быстрее, мама! Мы выиграем гонку! Это Дэнни и капитан-пёс. Ура! Мы выиграли! Я так устала. В следующий раз возьмём парусную лодку. Да, на парусной лодке есть мотор. Папа! До встречи, Дэнни. Я решил снова плыть вокруг света. Но ты ведь сказал, что останешься дома. Ах, да. Я больше совсем не моряк. Но мне нравится плавать в лодке по озеру. Всем нравится плавать в лодке по озеру. Пепа на каникулах в Австралии гостит в доме кенгуру Кайли. Мне так нравится у тебя, Кайли. Да, я бы тут навсегда остался. Нам приятно, что вы у нас гостите. Но мне завтра на работу. А кем вы работаете, миссис Кенгуру? Я работаю морским биологом. Что это такое? Я изучаю морских животных, вроде этих рыбок. О, аквариум! Рыбки, которых я изучаю, живут не в аквариуме, а в море. У рыбок в море тоже есть мостики, под которыми они проплывают? И сокровища, с которыми можно поиграть? Нет, Пепа. Обычно все это кладут в аквариум люди. Хотите посмотреть, где я работаю? Да, конечно! Я была на работе у папы. Там есть телефон, много бумаги и цветные карандаши. Очень милый офис. Надеюсь, мой офис тебе тоже понравится. А вот и мой офис. Где? Вот, Пепа, это море. У меня самый лучший офис в мире. Но разве можно работать в море? В этой подводной лодке. Нормально! Хотите прокатиться? Да, конечно! Хорошо, заходим. Надо же! Здесь все цвета радуги! Это кораллы. Кораллы – это такие маленькие существа. Кораллы тянутся на много-много миль. Мы это называем большим барьерным рифом. Моя задача – сохранить кораллы. Можно взять кусочек коралла домой? Извини, Пепа. Можно смотреть, но трогать нельзя. А если бы каждый взял по кусочку коралла домой? Тогда кораллов бы не осталось. Мы никогда не должны ничего отсюда забирать домой. А-а-а! Ой, смотрите, маленькие рыбки. Это рыбки-клоуны. Рыбки-клоуны? Хе-хе-хе-хе! Они смешно выглядят. Посмотрите туда. Большая осенняя морская звезда! А тут маленькая красная. И зеленая с колючками. Что это? Это морская черепаха. О-о-о! Здравствуйте, миссис Черепаха! Как поживаете? Хе-хе-хе-хе-хе! Видишь, как мне повезло с моей удивительной работой, Пепа. Хе-хе-хе-хе! Смотрите, мостик как в вашем аквариуме! Хе-хе-хе! Ты права, Пепа. Очень похоже на аквариум. Только там нет сундука с сокровищами. Хе-хе-хе! Что ты увидел, Джордж? Похоже на сундук. С золотыми монетами. О-о-о! Джордж нашел сундук с сокровищами. Видишь, Папа, здесь все как в аквариуме. Э-э-э, да. Это сокровище, наверное, стоит целое состояние. Мне кажется, я смогу его забрать. Но вы же сказали, что отсюда ничего забирать нельзя. Я говорила только о живой природе. Верно. А это золото не отсюда. Его надо убрать. А-а-а. Оно пойдет на доброе дело. Да, например, на дальнейшее исследование океана. Ура! Мы сегодня отлично поработали в офисе. Мы обидели кораллы, рыбок и черепаху. Замечательный отпуск. Не хочу, чтобы он заканчивался. Но вы ведь скоро уедете. А, хотя можете оставаться сколько захотите. Спасибо, миссис Кенгуру. Хе-хе-хе. Это самые лучшие каникулы. Хе-хе-хе. Пеппа отлично проводит время в гостях у Кенгуру Кайли. Хе-хе-хе.